Первый экзамен в учебном году. Именно так можно назвать сегодняшнее мероприятие. Но сдают его не ученики, а директора, педагогический состав и технический персонал школы в селе Мраморском. С самого утра здесь небольшой переполох. С минуты на минуту должна приехать приемная комиссия. И вроде бы уже все готово к началу учебного года. Но вдруг проверяющие обнаружат какой-нибудь изъян. Благодаря помощи родителей мы смогли выполнить косметический ремонт во всех учебных кабинетах. Это их восемь. В группах дошкольного образования водоэмульсионкой мы покрасили все стены. Частично обеспечены условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. Был установлен пандус, кнопка вызова. Приобретены и закуплены нашу школу. Это тоже было подписание Роспотребнадзора. В начальную школу мы закупили полностью парты и стулья. Принимающей комиссии, а это все надзорные органы города, решено обойти школу за 20 минут, осматривая и делая заключения по самым важным вопросам, касающимся безопасного и уютного нахождения ребят в школе. Смотрят каждый свое направление. Кто-то обращает внимание на то, как огорожена школа, кто-то, какие учебники есть в библиотеке. Светлана Кожанова, заведующая отделом по развитию физкультуры и спорта в администрации города, осмотрела спортсооружение. Осталась недовольна. Необходимо осуществить скос травы, как на футбольном поле, но больше всего на волейбольно-баскетбольной площадке. Там по колено просто травы. То есть не сегодняшний день, как учащиеся будут заниматься, непонятно. Восстановить баскетбольное кольцо, оно у вас деформировано полностью на одном щите. Совершенно не видно, где была когда-то легкоатлетическая дорожка. То есть скосить траву у вас есть, я видела материал, можно отсыпать легкоатлетическую дорожку даже хотя бы на 100 метров, а не по кругу. То есть немножко и окраска необходима. Окраска уже давно никаких конструкций металлических не производилась. В состав комиссии входят специалисты многих структур – от силовиков до представителей профсоюза. Коллективный договор действующий. Так, что еще? Инструкции по охране труда не согласованы с представительным органом работников. Так, дальше. Вот по аттестации рабочих мест у меня информация прошла, что у нас все. Да, у нас 18-й годов, у нас следующие. Так, значит, аттестация у них положительная. Ну, соглашение по охране труда составляется на год финансовый, значит, вам нужно в 17-й год уже составить. В этом году школа села Мраморского 1 сентября откроет свои двери для 56 учеников. 10 из них – это первоклассники. Еще 35 ребят будут посещать группы дошкольного образования. Начальник управления образованием просто гордится тем, как подготовили школы-педагоги в такое сложное для всех время. И даже забегая вперед, уверена, что к занятиям 1 сентября приступят в каждой школе. За ту работу, которую провели, огромное спасибо. На самом деле приятно в школе бывать всегда. И видим результат уже, скажем так, в динамике. Мы были здесь в середине лета, и вот то, что сегодня его видели. Хороший результат, молодцы, сделано очень много. И я не могу поблагодарить всех коллег, технический персонал, шефов обязательно, родителей. И, значит, вашу информацию мы ждем по итогам. Хорошо? Приемка состоялась. Все те небольшие замечания, которые выявлены, руководство школы устранит до начала учебного года. И 1 сентября все школы Полевского городского округа обязательно откроют свои двери для своих воспитанников. Алина Меньшина, Ксения Балденкова, Алексей Крепанов. Новости. Твой день.